Всем добрый вечер. Наша сегодняшняя тема достаточно интересная, достаточно сложная. Это тема анимации большого количества объектов в 3DMAX. То, что обычно называется анимация толпы. Семена уже будет длиться, к сожалению, только 45 минут, поэтому, наверное, будете просто смотреть на экран, что у меня будет происходить. Но в дальнейшем все материалы курса я выложу свободный доступ, их можно будет скачать. И можно будет дома, в принципе, попробовать что-то такое потом повторить. Естественно, запись курса тоже будет доступна. На шлайде специалист можно будет это потом в семена пересмотреть в случае необходимости. Итак, насколько я понимаю, все у вас 3DMAX знакомы. Ну, представляю, что это за программа, что она умеет делать. Думаю, что даже многие из вас немножко знают и про анимацию в 3DMAX, и умеют анимировать всяким хитрым образом объекты трехмерные. Однако, в основном, когда разговоры говорят про анимацию в 3DMAX, призывают, что у вас будут анимироваться 1, 2, 3, 5, 10 максимум объектов. И это на самом деле задачи такие типичные для 3DMAX. Все-таки 3DMAX по-прежнему это программа, которая замечательно создает объекты, умеет их замечательно текстурировать, умеет их замечательно визуализировать всяческими образами, стандартным рендерами и тем же самым замечательным рейн. Умеет делать анимацию несложную, типа нарисовать тот же самый домик и сделать облет камеры вокруг домика. Все это происходит совершенно великолепно в 3DMAX. Когда уже анимация немножко более сложная у нас с вами будет происходить, связана с той же самой динамической анимацией, то там уже будут возникать некоторые сложности, некоторые проблемы. В частности, одна из таких проблем, связанная с более сложной анимацией, это когда нужно с вами будет проанимировать не 1, не 2, не 5, а, например, 50 объектов или 100 объектов. И что все эти объекты у нас с вами единым образом управлялись, следовали общим правилам, чтобы они не просто бездумно двигались вперед, например, а чтобы могли выполнять какие-то несложные задачи, наподобие того, что обогнуть один объект или добежать до второго объекта. Все вот такие вот ситуации, когда он требует заставить проанимироваться большое количество объектов, чтобы они помимо своей собственной анимации еще совершали какие-то осознанные движения, как раз это называется анимацией толпы. Ну и по факту задача, на самом деле, часто встречающиеся. Естественно, классические использования толпы – это разнообразные киношные проекты, то есть когда вы видите какие-то большие скопления людей на заднем плане, скорее всего, не живые актеры, конечно, а именно вот оснятая таким вот образом толпа. Причем очень хорошо заметно фирму, что эта толпа не просто эстетично там шевелится, рука обмажется, проще какие-то движения совершают. То есть какие-то достаточно осмысленные движения у нас только будет непосредственно получаться. Использовать подобную анимацию во всех киношных проектах, где так или иначе встречается необходимость проанимировать очень много двигающихся объектов, начинаем это крутить. Начинаем сеть классических фильмов, аля исторических фильмов. 10 тысяч конницы, которые там скачут где-то на горизонте, размахиваясь, заканчивая тем самым замечательным фильмом «Война Z», где там резвые зомби большими толпами кидались на людей и их поедали. Естественно, это все анимировалось не вручную, не каждый из объектов, а если там наверняка было несколько тысяч анимировалось вручную, все это восходило более-менее автоматически. Как раз это и есть задача, связанная с анимацией толпы, которую на самом деле можно решать отчасти и в максимуме. Чисто технологически, например, происходит следующим образом. Снимается реальное видео с актерами переднего плана. Ну, видели наверняка в большом количестве разнообразный ролик с футболистами, которые там играют, забивают, что-то там попутно реформировать. Так вот, все это, естественно, снимается на пустом стадионе. В программах, связанных с видеомонтажом, добавляя всякая интересная постобработка, то есть там туманчик, блики и прочие такие интересности. Ну и потом уже, согласно движению камеры, снятого видеоматериала, добавляется фон в виде толпы разноцветной, то есть это уже трехмерные люди, которые там одеты в соответствующие одежды, которые там размахиваются соответствующими флагами, то есть совершают какие-то осознанные движения. И при этом все очень так нарядно получается и очень реалистично, очень правильно. Причем, естественно, с минимальными затратами со стороны съемочной группы, то есть никто-то не загоняет тысячи людей на стадионы, все это снимается, так или иначе, в виде именно некого эффекта. Если говорить про 3D Max, то, несмотря на то, что эта программа не совсем профильная с точки зрения создания киношных эффектов, тем не менее у нее есть достаточно неплохие средства, с помощью которых можно очень неплохо анимировать большое количество объектов и этими объектами еще и управлять. Первый способ, наверное, самый простой, с одной стороны, и, наверное, хуже всех контролируемый, с другой стороны, это так называемая система частиц. Сами все системы частиц как раз были заботны в свое время для того, чтобы можно было управлять движением большого количества объектов, чтобы имитировать разнообразные погодные явления, типа того же самого снега или дождя, если нужно сделать какой-то реальный снег, тот же самый падающий, чтобы можно было управлять эффектом подобия дыма, взрывов, огня, то есть когда там большое количество тех же самых искорок или там большое количество летающих объектов после взрыва, у вас каким-то правильным, с точки зрения физики, образом двигается по экранчику. И в качестве такой побочной функции у частиц есть возможность использовать в качестве своей формы не какие-то абстрактные точечки, а уже вполне реальную геометрию. На практике все примерно таким вот образом будет происходить. Можно будет сделать любую из систем частиц, которая поддерживает возможность замены стандартной форм частиц на какую-то такую интересную геометрию. То есть стандартная наша менюшка, связанная с системой частиц, можно будет взять, например, ну, тот же самый Blizzard, наверное, самая простая из систем, которая работает с возможностью замены геометрии. Создает специальный объект, который называется эмиттер, и, соответственно, с вами уже видим, что из этого эмиттера какие-то такие вот точечки у нас с вами вылетают, интересно, наши частички. У этих самых точек, естественно, есть какие-то определенные характеристики. Чтобы немного облегчить жизнь 3D Max, так и частиц может быть очень много, естественно, изначально в системе частиц включаются некое ограничение на отображение количества частиц на экране. В частности, в случае, и замечательный настройок, который показывает, сколько процентов частиц на экране показывается, но у нас не очень будет много двигающихся объектов, поэтому можно смело поставить, что все 100% будут на самом экране показываться. Я не хочу видеть никакие упрощенные крестики или какие-нибудь там упрощенные точечки на экране. Хочу видеть реальную геометрию, которая у меня будет получаться, поэтому также можно будет показать, что у нас будет меж. Реальная сеточка показывается при работе с нашими частичками. Чуть ниже сразу можно будет забраться в тип наших частиц, ну и в тип частиц можно будет сказать, что пока не будем ничего заменять, мы сами взять те же самые кубики трехмерные. И можно будет в настройках параметных наших частиц сделать эти кубики чуть-чуть побольше, найти стандартный размер частиц size, ну и, соответственно, если кубики сделать побольше на экране, то можно будет увидеть, что они у нас с вами вот такие вот замечательные на экране фа являются и как-то вот так твитят. Реальная трехмерная геометрия, пускай простенькая, но тем не менее. Плюс, естественно, можно будет настроить всякие разные параметры, связанные с временем наших частиц. Сейчас мои частички, пролетев некоторое время по экрану, они пропадают. Я хочу, чтобы они двигались всю мою анимацию, ну, даже можно будет сделать не 100 кадров, а поставить 500 кадров анимации. Поэтому, конечно, можно будет сказать, что частицы, заканчивая свое испускание на 500 кадре, будут видны до 500 кадра, будут жить до 500 кадра, ну и уже на всем протяжении нашей 500 кадров анимации частично таким вот нас с вами ровным потоком будут по экранчику здесь. Правда, одно дело, если вы будете делать что-то наподобие того же самого дождя или там снега падающего, когда просто ваши частицы падают вертикально вниз по экрану, другое дело, когда вы хотите сделать какое-то конкретное управление вашими частицами, чтобы они двигались согласно неким установкам, которые хотите им дать. Поэтому, конечно, один самый большой плюс нашей частицы – это то, что они могут управляться силами, которые на них могут воздействовать. Разнообразные силы наподобие гравитации, наподобие того же самого ветра позволяют нам немножко разнообразить движения наших частиц. Можно будет с помощью специальных сил заставить частиц двигаться по какому-то пути, то есть придать можно уже немножко более осмысленное движение нашим частичкам. Ну, в нашем случае можно будет нам с вами повесить какую-нибудь несложную гравитацию. Хочу, чтобы мои частички… Ну, классический вариант использования подобной технологии – это всякие разные космические сцены, когда там делают разнообразные пояса астероидов, которые там в бескрайнем космосе каким-то образом летят, или что-то подобие колес Сатурна, то есть набор каких-то объектов, которые двигаются по определенной траектории. Я могу добавить себе на сцену дополнительно Сейчас, секундочку. Чуть-чуть потерялся что-то в значках новых. А, sorry, да. Это на сами нужны будут именно силы. Я могу добавить себе на экранчик силу определенную, но ту же самую силу гравитации. Саму силу гравитации, чтобы примитировать такое орбитальное движение, можно будет сделать не плоской, а сферической. Ну, и можно будет достаточно легко привязать инструментом специальным нашу силу гравитации к нашим частичкам. И когда наши частицы будут двигаться, они, соответственно, под действием силы гравитации как-то вот так вот хитро начнут летать. Уже можно будет немножко поиграть параметры наших объектов. Можно будет у самой системы частиц сделать скорость побольше. Можно будет немножко угол вылеточить и сделать покруче. Ну, и уже можно будет добиться того, что у нас какая-то такая вот орбита хитрая будет получаться. Что-то такое интересное вокруг нашей планеты будет на сами по экранчику двигаться. Скорость контролируется, время контролируется. То есть, в принципе, для такого внешнего движения мы с вами получаем полный контроль за нашими частицами, и все будет очень правильно, даже с точки зрения физики у нас с вами получаться. То есть набор сил у нас с вами достаточно большой, с помощью которых можно управлять нашими частицами. Хотя они, конечно, по принципу применения достаточно несложны, но тем не менее, весь необходимый спектр задач, которые, в принципе, именно с патиклами с ЧИС нашей решаются, здесь у нас с вами не хватает за глаз. Правда, наши кубики не совсем похожи на те же самые астероиды. Хочу сделать что-то такое более похожее на камушки летающие по нашей орбите. Поэтому один самый большой плюс в нашей системе частиц заключается в том, что есть возможность использовать не какую-то стандартную геометрию, а есть возможность использовать геометрию подставную, то, что называется instance geometry. Я могу отдельно нарисовать некий объект. В случае с нашим астероидом могу создать обычный шарик. В данном случае я не буду делать очень много сегментов нашего шарика. По-хорошему, конечно, его нужно деформировать, причем не геометрически, а с помощью той же самой текстуры, чтобы не слишком усложнять жизнь 3D Max, когда у нас очень много будет объектов летать по экранчику. Да, вот здесь я чуточку не предусмотрел. Немножко на маленьком мониторе неудобно пользоваться нашими модификаторами. Но в нашем случае, чтобы по-быстрому все у нас с вами получилось, применю к своему шарику модификаторной стандартный. Ну и немного его отдеформирую, чтобы он у меня уже чуть-чуть получился более интересный. Силу деформации задам. Размер деформации можно будет сделать чуть-чуть поменьше. На деформации немножко я сделаю тоже поменьше. Какая-то такая геометрия у нас с вами будет получаться, уже больше похожа на астероид. Если будет в моем распоряжении подобная геометрия, то я могу легко вместо моих кубиков сделать этот шарик. Во всех правилах системы частиц есть возможность выбора вместо стандартной формы частиц режима Instance Geometry, наша поставная геометрия. Ну и уже можно будет спокойно кнопочкой Pick Object загрузить в эту поставную геометрию нашу геосферу. Ну только единственное, что изначально я сделал размер своих частиц достаточно большой, и этот размер как бы умножился на размер моего шарика. У меня вместо потока астероидов что-то такое будет совсем страшно получаться. Ну на самом деле даже может быть забавно смотрится. Но по факту, если вернуться обратно к размеру наших частиц, и сделать размер нормальный, единичный. Может быть даже немножко побольше. Упс. Побольше. То есть можно будет подобрать правильный размер, когда уже вместо наших кубиков будут такие вот наши астероиды летать. Можно будет добавить для некоторого разнообразия вариацию в размере, то есть чтобы у нас с вами с некоторым плюс-минусом все это было, какие-то астероиды будут больше, какие-то будут меньше. И уже астероидный поиск у нас с вами будет получаться. То есть большое количество объектов, то есть здесь уже явно у нас с вами несколько сотен объектов двигаются, подчиняясь определенным законам по экрану. И мы достаточно неплохо эти объекты можем с помощью этих сил контролировать. Один из самых правильных моментов связан с этой заменой, если ваш исходный обрыван, то вся анимация, которая была у него, она также будет загружаться. Ну, например. Сделаю также для следующего примера нашу несложную систему чтиц. Также поставлю меж, чтобы не отображалась реальная геометрия, также поставлю все 100%, чтобы все наши частички на экране показывались. Но только вместо того, чтобы рисовать какую-то геометрию простенькую, можно будет себе загрузить некую готовую модель, ну, что-то типа вот такого вот можно будет загрузить. Такой симпатичный вертолетик. Только что-то у него текстуры слетели. Сейчас, секунду. Да, ну, пускай такое будет, полу-текстурированный. Несложная геометрия, несложная сетка, сделана несложная анимация, бинт на своем вращается. Здесь у вас будет сделана подобная модель, с анимацией, с достаточно сложной текстурой, с достаточно сложной геометрией, с тем самым успехом. Ну, только немного, конечно, у меня белковато получилось, но сейчас мы увеличим до нужного размера. Моя система частиц. Снова можно будет выбрать наш instance geometry. геометрия, снова можно будет кнопочкой pick object загрузить нужную геометрию, в нашем случае это наши самолеты. Ну, только с размером нужно будет нас с вами подобрать, правильный масштаб. Побольше, 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 побольше. И вот уже у нас с вами, да, но только многовато у нас вертолетиков получается. Чуть-чуть сейчас я их поменьше поставлю. Ну, пускай всего будет 40 штук. И вот они у нас с вами такие красивые, будут вылетать. Ну, правда, они чуть-чуть себя странно ведут, подозрительно крутятся, но сейчас это тоже все можно будет нас с вами подправить. Размер еще можно будет сделать чуть-чуть побольше. Причем очень приятно, что если есть в нашей исходной геометрии некое текстурирование, то там же, где вы загружали вашу геометрию, будет кнопочка, которая позволит загрузить еще и материал, Get Material. И у нас с вами наша частичка еще и будет получаться текстурирование. То есть такая же, как и на нашей исходной модели. Все, что останется сделать, это запретить вращение нашим самолетикам. Есть группа настроек в частицах, которые определяют вращение, так и будет называться Rotation. Если там соответствует значение обмулить, запретить вращаться нашим частицам, убрать скорость вращения наших частиц, то они будут такие вот у нас с вами замечательные. Ну и вот уже эскадриль вертолетов у нас с вами будет лететь по экрану. Пропеллеры крутятся, все хорошо, анимация есть. Достаточно сложный объект, который подчиняется неким общим правилам, у нас с вами по экранчику двигаются, и вполне такая вот анимация имеет право на счетование, все замечательно будет получаться. То есть если требуется сделать анимацию, которая не будет требовать совсем сложного управления нашими объектами, чтобы наши объекты двигались по одному пути, подчиняясь единым силам, тем самым, той же самой гравитации, то очень удобно делать как раз с помощью нашей системы частиц. Но если вдруг, например, на пути наши вертолеты будут возникать какие-то преграды, мы с вами хотим, чтобы они разлетались в разные стороны у нас, и как-то эти преграды облетали. Или сейчас, если мы с вами сделаем очень-очень-очень много частиц, то можно будет заметить, что одна частичка внутрь другой будет заходить, то есть наши частицы между собой не умеют по умолчанию сталкиваться. Это на самом деле можно будет пытаться настроить, но для такой сложной геометрии это все равно не даст особо сильных результатов. Поэтому, конечно, когда вы хотите описать немножко более сложные движения, то здесь, конечно, частицы у нас уже не совсем нам будут помогать, и нам придется обрабатывать управление нашими с вами объектами. Когда разговор идет про более умное поведение ваших объектов, когда вы хотите сделать какие-то вещи наподобие более сложной анимации, теперь сам персонажей, ну и не только персонажей, объектов. То есть здесь у вас выходит на первый план два способа подобной анимации. Способ универсальный, который, включая в себя работу с системой так называемой толпы, то есть есть специальная категория объектов в Максе, один из которых будет называться крауд-толпа, он как раз для управления большим количеством объектов будет использоваться. И если разговор идет про какие-то персонажи в задаче, есть уже тоже готовый модуль в Максе, который называется Populate, с помощью которого также можно достаточно неплохо уже персонажный объект анимировать, чтобы они себя достаточно адекватно вели, ходили по дорогам, махали руками, но и проще себя в такую анимацию делали. Давайте начнем с более универсального способа, который крауд-толпа. И это уже действительно будет получаться у нас с вами вариант анимации более правильный с точки зрения управления толпой, потому что наш объект не просто будет лететь по какому-то пути или там падать под действием гравитации по определенному направлению, они уже могут себя вести достаточно осмысленно и достаточно правильно в каких-то более сложных ситуациях. Сделаем простенький полигон для наших будущих участников, нашей толпы. Земля, по которой они у нас с вами будут двигаться. Ну и несколько объектов. У меня будут объекты типа цилиндров. Это будут преграды, которые хочу, чтобы мои частички обходили. Мои объекты обходили. Да, земля побольше можно будет сделать немножко. И в конце пути их ждет награда. Тот объект, до которого они должны будут добежать, это будет чайник. В общем, поставить диспозицию. Идея заключается вот этого системы объектов в том, что я могу действительно создать специальный объект, он так и называется crowd, он относится к разделу вспомогательных объектов. То есть объект на экране будет присутствовать, но его брендинг не будет никак видно, это именно управляющий объект. Такой симпатичный ромбик у нас с вами будет получаться. Это наш мозговой центр, который как раз и будет заставлять подчиненные его объекты правильно двигаться по экрану. И могу сделать, собственно, самих участников нашей будущей толпы. Это наш объект, который называется делегейт. Делегейты. Вот такие вот замечательные пирамидки у нас с вами будут получаться. Чуть-чуть более яркого цвета я его сделаю. Все эти объекты относятся как раз к объектам вспомогательным. Все это находится в разделе helpers. Количество делегейт смогут сделать любое. В принципе, в самом нашем объекте, в объекте crowd, в объекте, который толпой управляет, есть всякие разные интересные способы автоматического клонирования наших объектов. То есть в воздух этого нашего объекта в самом верху будет как раз специальная кнопочка, которая называется scatter. Если нужно будет сделать с вами на нашей плоскости не там 5 объектов, а там 100 объектов, очень удобно, можно будет с помощью скаттера все это с вами раскидать. Ну, в нашем случае все будет попроще немножко. У меня будет, например, 5 объектов, которые просто по экранчику раскопируем, которые должны у нас с вами двигаться, подчиняясь общим правилам, которые должны у нас с вами в итоге, избежав все препятствий, добраться до нашей цели, до нашего чайничка. Логика этой системы заключается в том, что я могу с помощью толпы назначить на мои будущие объекты так называемые модели поведения. У нас есть специальный раздел, называющийся behaviorist поведения. И там есть у нас с вами достаточно много моделей, с помощью которых можно будет заставить наши объекты управляться на экранчике. Вот такое вот окошко появляется. Есть модель поведения, которая заставляет какие-то объекты avoid, избегать. Есть модель поведения, которая позволяет нас с вами какие-то объекты искать. Есть модель поведения, которая заставляет двигаться наш объект по поверхности. Если пол мы будет неровным, там, плиточным полом, это будут какие-то холмики зеленые, можно будет спокойно заставить нашу толпу двигаться реально по поверхности объекта. Есть модель поведения, которая позволяет делать какие-то бессмысленно случайные движения. Вот эта модель поведения, которая называется, она заставит наш объект просто в разные стороны случайно двигаться. Ну, типа, гуляющие люди, которые никуда определенно не идут, просто ходят по какой-то поверхности. В нашем случае я хочу, чтобы мои объекты бежали к моему замечательному чайнику, нашли бы его. Поэтому первая модель поведения, которую я сделаю, это SIG-бихеева, модель поведения поиска. Все, что требуется от нас с вами в самой модели, это сказать, к какому объекту мы хотим, чтобы наши будущие члены толпы этот объект искали. Искать будет наш чайничек. Ну, и, соответственно, уже наш мозговой центр, наш объект Крауд знает, что есть модель поведения в наличии, которая должна в итоге привести к тому, что наш чайничек у нас в самом итоге найдется. Все, что мне останется сделать, это уже задать для моих участников толпы, для моих делегейтов, чтобы они этой модели поведения подчинялись. Есть в распоряжении нашей толпы специальные инструменты, в частности, инструмент автоматического назначения поведения наших участников, так называется Behave Assignment кнопочка. И в этой кнопке можно будет сказать, что вы, мои делегейты, будете этой моделью поведения управляться. Ну, правда, как правило, по отдельности уделять эти делегейты, по отдельности назначать каждому делегейту моделью поведения не очень удобно. Удобнее гораздо объединять членов нашей толпы в так называемые команды. Можно будет сделать общую команду. Упс, снова в другом экранчик появился. Общую команду сделать из пяти моих делегейтов. И, соответственно, всей команде назначить общую модель поведения SIG. И уже после этого назначения все мои участники этой команды будут знать, что они должны искать наш замечательный чайник. Они причиняются модели поведения поиска. Если я уже после этого применяю это назначение, то все, что мне требуется сделать, это просчитать нужное движение. Есть специальная кнопочка, которая так называется, solve, при нажатии на которой мои делегейты начинают прямо вот двигаться по направлению к нашему чайнику. Ну, и найдя его, начинают там внутри него довольно и счастливо крутиться. Ну, только давайте сразу сделаем кадров побольше. Пускай это будет 300 кадров просчета. И пускай это будет 300 кадров анимации. Нашли, и там вот внутри начинают рояться, роиться так забавно, то есть свою задачу они соответствуют выполнить. При этом, как вы видите, они не обращают внимания на наши цилиндры, и самое что плохое, они начинают друг другу пересекаться, а это на самом деле очень нехорошо. То есть сами объекты должны вестись как реальные объекты, друг другу никак не сталкиваться. Поэтому я могу немножко усложнить жизнь моим замечательным делегейтам. Могу сказать, что давайте вы еще помимо поведения поиска нашего чайника будете управляться новой моделью поведения, которая у нас с вами заставит избегать определенные объекты. Модель поведения так называется void, избегание. При этой модели поведения, если какой-либо участник толпы встретит объект, который нужно избегать, он начнет от него отворачиваться, начнет его пытаться как-то объехать, то есть уже будет включаться механизм, при котором у нас будет просчитываться движение, именно избегание столкновения с этим объектом. Я хочу, чтобы мои делегейты избегали сами себя, я хочу, чтобы они избегали непосредственно цилиндры, я хочу, чтобы они в итоге избегали сам чайник, то есть до него добежали, но в него бы не врезались. Поэтому можно будет в модели поведения войска сказать, что хочу, чтобы наши делегейты избегали цилиндры сами себя, и чтобы они избегали наш чайник. Модель поведения у нас с вами назначена, объекты избегания у нас с вами выбраны, а стало только сказать, что теперь команда, ты не только будешь бежать до чайника, но ты будешь избегать и все перечисленные объекты. Могу назначить модель, упс, что это у нас, закрывается все у нас. Могу для своей команды назначить модель избегания. То есть теперь двумя вариантами поведения у нас с вами управляются наши модели, наши делегейты. Останавливается лишь нас с вами просчитать движение. Ага, пробка возникла, то есть не могут друг друга с друг души проехать. А те вот дальние, когда нашли свой чайничек, они не могут в него попасть и начинают так вокруг него кружить. То есть у нас с вами получается более чем осмысленное движение. Те объекты, которые нужно избегать, мы избегаем, с друг другом не сталкиваемся. До чайника добираемся и начинаем этот чайник, соответственно, облетать вокруг, потому что не можем до него мы с вами дотянуться никак, но тем не менее какое-то такое движение у нас с вами происходит. Вот эти наши большие радиусы обхода объектов, и вот такая вот пробка большая, то есть в принципе еще место есть, но они уже начинают друг другу тормозить. Определяются, естественно, настройками нашего поведения. В частности, в нашем поведении избегания есть такое понятие, как hard radius, радиус столкновения. Вокруг наших объектов есть некие зоны, за которые не могут никак другие объекты попасть. Поэтому как раз вот они до границы этой зоны никак не могут дойти. И есть специальная зона, называющая зоной реакции, так называемая rappel radius. Это радиус реакции наших объектов на вот эти вот объекты, которые они избегают. Ну, сейчас радиусы немножко большие, совсем большим радиусом у нас с вами все это происходит. Радиус реакции можно будет сделать чуть-чуть-чуть-чуть поменьше. Ну и когда уже я заново пересчитаю с новым радиусом вариант движения, все у нас с вами будет получаться чуть-чуть поинтереснее. Движение у нас с вами будет получаться посвободнее. Сейчас он засчитается до конца. В итоге у нас с вами получается модель движения большого. То есть я могу сделать не 5 объектов, а могу такими же образом сделать 50 объектов. Все эти 50 объектов загнать в общую команду, назначить им какие-то модели поведения. И все 50 объектов будут избегать нужные объекты, до нужных объектов будут пытаться добраться. У нас с вами уже будет получаться какое-то осмысленное движение, осмысленная анимация, которая же управляет не просто силами, а достаточно интересными указаниями, которые наш объект-краут этим делегейтам передает. То есть можно будет в будущем сделать какую-нибудь толпу из персонажей в торговом центре, их можно будет запустить по залу, сказать, что персонажи сбегают сами себя, избегают стоящего по центру фонтана и должны дойти вон до той двери, которая находится в другой стороне коридора. Они аккуратненько пойдут по этому залу, фонтан обойдут, с другими столкнутся, дойдут до двери и все отлично будет получаться. Причем изначально все наши делегейты, как вы видите, имеют одинаковые параметры, они двигаются с одинаковой скоростью, у них одинаковое ускорение, они одинаково поворачивают. Но все эти настройки, естественно, можно будет задать разные у наших делегейтов. Если выделить любого делегейта, то у него будет сразу появляться набор свойств типа скорость, максимальное ускорение, разнообразные скорости поворотов, разнообразные наклоны при поворотах. То есть уже все эти параметры можно будет так иначе на самом деле сдавать и давать каждому из делегейтов какую-то такую уникальность, кроме там резвый ребенок бежит у нас с вами по дорожке, или какая-нибудь там бабушка медленно ковыряет с медленной скоростью. То есть все эти вещи тоже можно будет с вами сдавать по факту автоматически, чтобы сделать все 50 участников нашей толпы разными. Все эти вещи тоже у нас с вами достаточно плохо сдаются. Ну и, конечно, смотреть на эти наши треугольнички не очень интересно. Самый большой плюс нашей толпы, что она позволяет легко и просто уже более сложную геометрию привязать к этим делегейтам и заставить в эти движения. Смотрите, пожалуйста. Ну, в нашем случае, чтобы не усложнять лишней геометрией нашу сцену, я создам какую-нибудь несложную геосферу, примерно под размер наших с вами делегейтов. Даже, может быть, чуть поменьше делаю эту геосферу. Сделаю эту геосферу простенькую анимацию. Типа у меня моя геосфера будет прыгать. Упадет вниз, потом обратно вверх. Можно будет задать разнообразные варианты движения правильно, чтобы у нас было похоже на скачок. Чуть-чуть можно будет сделать поменьше по времени нашу анимацию. И амплитуду можно будет сделать побольше. Ну и, конечно, можно будет в случае необходимости нашу анимацию зациклить. Что-то, конечно, неудобно на маленьком мониторе, но справимся. Трансформ, позишн. Стандартное зацикливание. Такой вот у нас прыгающий шарик получается. Какого-нибудь там приятного зеленого цвета. Ну и можно будет нашу шарику подрисовать что-то наподобие несложного глаза. Обычный бокс. Немножко его выдавить. Такой щупалка будет получаться. Опять-нибудь мышка. Ну и какой-то такой глазик будет получаться. Чуть-то еще это поменьше делаем. Ну и совсем простенького персонажа собрали. Единственное, что сейчас нужно найти будет модификатор сглаживания, чтобы все у нас хорошо получилось. Ну и привязать наша щупалка к поверхности нашего глаза. Что-то не то, что я делаю. Будет у нас... А, да, моя щупалка получилась. То есть у меня будет такой глазик еще шарик. Дефикатор наподобие флекса, чтобы наш глазик еще шевелился. Геометрия какой-то такой простенький персонаж глазом. Любая анимация. Будь то анимация обычная наша ключевая, в данном случае, будь то анимация персонажная. Сделаю по количеству копий. Одна лишняя. Наших монстриков. Сори, сори, сори. Моя ошибочка. Без глаза раскопировано. Пять монстриков, пять наших делегейтов. Если есть любая геометрия с анимацией, без... Есть свойства нашей толпы. Замечательная команда, которая позволяет нам в случае необходимости связать наши делегейты и объекты. То есть все это происходит автоматически. Специальные кнопки, так называющиеся Object Delegate Association. Я говорю, что все мои делегейты имеющиеся, все пять штук будут связываться. И они будут связываться со всеми нашими шариками. Все объекты сфера 1, 2, 3, 4, 5. Объекты выравниваются. Объекты связываются. Все. Ну и теперь... Ну, насчет flex немножко погорячился. Но послабее было сделать чуточку прыжки. Но, тем не менее, наши забавные шарики. Они у нас сами по экранчику двигаются. Повторяя полностью движение наших делегейтов. И уже такие забавные монстрики по нашей сцене двигаются. Только один какой-то не очень забавный. И чуточку он тупит. Не может никуда проехать ни вперед, ни назад. Ну, может просто лениться. То есть уже этот механизм у нас с вами позволяет достаточно осмысленную анимацию делать. Причем анимация будет у нас с вами не просто происходить каким-то линейным образом, в зависимости от поставленной задачи, в зависимости от того, как у нас с вами, что у нас будет происходить. Можно достаточно неплохо описать модель по идее наших объектов. До кого добегать, кого избегать. С кем нужно сталкиваться, с кем не нужно сталкиваться. И уже что-то такое более осмысленно с вами будет получаться. Пожалуй, это система Delegate в Максе. Это одна из самых таких правильных систем, когда требуется проанимировать очень много объектов. Ну, если хотелось бы, может, наш компьютер, можно было сделать таких вот мозгов 100 штук. Они так же замечательно по экрану прыгали бы, с другими сталкивались, все отлично получалось бы. В самом Delegate есть клопчик, который позволяет на самом деле делать привязку не только к геометрическим объектам, ну, типа к нашим прошлым персонажам, но и к объектам, которые сделаны на основе персонажной анимации. То есть можно будет сделать персонаж на основе нашего байпеда, системы Charter Studio. И скелеты также к нашим Delegate могут привязаться. И объект, который будет шагать, размахивать руками, то есть почти что настоящие люди, так же достаточно неплохо себя будут вести и уже достаточно адекватно будут реагировать на взаимодействие с друг другом. То есть не только такая простая геометрия, но и более сложные объекты достаточно легко заставить с помощью этого нашего... Это наша система CrowdDelegate в Максе анимировать. Правда, по большому счету, не всегда требуется подобная сложная анимация. Иногда хочется просто, чтобы где-либо там на заднем плане шли люди с какой-то базовой анимацией, типа там разговаривали, рукаем, махали там, либо по телефону общались. Или если говорить про те же самые торговые центры, я хочу сделать, чтобы там шли люди в несколько потоков по дорожкам, чтобы в каких местах они стояли, в каких местах они сидели, без особо сложной анимации поведения, без какого-либо сложного взаимодействия. Поэтому в случае, если действительно нужно будет прониктировать толпу, большое количество людей, которые будут у вас на сцене двигаться, есть в нашем распоряжении в Максе замечательный модуль, который называется Populate. Невозможно будет отсутствовать такая вот физика поведения, ее нужно будет дополнительно уже подключать через те же самые Delegate Crowd, а можно будет при необходимости задействовать объект, который сделан на Populate в нашей системе Crowd Delegate. Но, по большому счету, изначально эта система поначала другого, для того, чтобы сделать просто нормально, спокойно, ни с кем не воюющих, ни конфликтующих людей. Идея от системы довольно просто простая. Если мне нужно будет сделать некую дорожку, по которой мои люди будут двигаться, есть в этом разделе Populate специальный инструмент, который так и называется Create Flow, сделать типа поток людей. Да, забыл сказать, что самый простой способ добраться до Populate, это вот эти выпадающие менюшки, которые называются Ribbon. В случае необходимости их можно будет активировать и включить. Они включаются в стандарт настройках интерфейсных. В нашем меню Customize подменю Show UI, галочка Show Ribbon. Хотя, по факту, эта галка будет уже включена, но на всякий случай, вдруг у вас более старая версия, Макса иногда бывает, что эта галочка будет выключена. И вот на самом деле будет появляться такая вот менюшка, набор менюшек таких всплывающих, самая последняя из которых как раз и будет являться наш набор Populate. Create Flow, ну и прямо найди сверху ресурс. Сразу появляется такая вот кисточка и говорю, что один ряд, перпендикулярный ряд и еще один ряд. Что-то такое у меня будет создаваться. Ну и хватит. Будет получаться некий объект. В свойствах этого объекта можно будет, естественно, задавать ширину этого объекта в случае необходимости. Можно будет задавать длину наших дорожек. Можно будет в случае необходимости задавать кучу всяких разных позиций, типа общая плотность, идущая по дорожкам людей, больше-меньше. Как они идут? Медленнее и быстрее? Есть ли какие-либо бегущие люди? Кого будет больше, женщин либо мужчин? То есть достаточно богатый выбор у нас с вами есть в настройках. Если все у нас с вами устраивает, что здесь у нас с вами получается, то можно будет заставить эту нашу построенную область просчитаться. Кнопочка simulate, которая заставляет просчитать нашу сделанную рабочую область полейта. Чуточку нужно будет подождать. По всем вашим указанным параметрам при генерации этой области, по количеству людей, по плотности, по полу, у вас создаются модели. Эти модели подгружаются в библиотеку, текстуры назначаются. По поводу запустить по произвольной поверхности нет. Максимум, что вы можете сделать, это что-то наподобие ступенек. То есть можно будет сделать наподобие таких вот подъемов, которые бывают в обычных торговых центрах, по совершенно произвольной поверхности никак не запустить. Вам придется ваших популейтов отцеплять, отдавать их, например, в тот же самый крауд, и уже с помощью толпы можно анимировать поверхность движения. Но так изначально, соответственно, все они вот такие вот будут ровно и аккуратно. И, вуаля, кто-то бежит, кто-то идет, мужчины, женщины, черные, белые, в разной одежде. Красотички. Причем, на самом деле, они, несмотря на то, что библиотечные, не очень страшные. То есть даже при таком большом приближении, в принципе, люди. Хотя можно будет уже в дальнейшем каждого непонравившегося человечка выделять. Ему можно будет изменять качество отображения. То есть можно будет показать текстуры, можно будет показать просто какие-то такие абстрактные фигурки. Можно будет нам с вами для каждого человека выполнить команду, что называется Regenerate. Только чего-то у меня для всего выполняет. Сейчас, секунду. А, только для одного. Хорошо. Причем в этом самом Regenerate можно будет сделать нам еще и более правильный выбор того, что мы с вами хотим получить. Есть специальное окошко, которое так и называется Appearance. И там можно будет уже выбрать более конкретный вариант, исходя из возраста, из пола, из размера, из страны происхождения. То есть какие-то такие варианты у нас с вами получаются, уже можно будет нашу девушку на какого-то такого молодого человека заменить. И кнопочки ОК у меня не видно, поэтому я утащу все на второй монитор и там нажму на кнопочку ОК. И у меня уже будет какая-то такая вот фигурка получаться забавной. То есть все это у нас с вами легко правит, все легко у нас с вами изменяется, возможности по редактированию достаточно большие у нас с вами есть. Все, что угодно можно будет сделать. Если не нужны люди идущие, я хочу сделать что-нибудь такое статичное. Можно будет сделать сидящих людей. Один сидящий товарищ, второй сидящий товарищ, третий сидящий товарищ, четвертый сидящий товарищ. Можно будет в случае необходимости отдельно сидящий товарищей в дальнейшем схватить и чуточку приподнять, и всякие разные эффекты наподобие тех же самых трибун делать. Когда заново все это про симулейчу, снова нужно будет чуточку подождать. Опс, немножко не те трибуны приподняв, но все равно идея у нас с вами будет такая получаться. То есть они тоже сидят, у них какая-то анимация, кто-то там что-то как-то двигается. То есть все очень неплохо получается. Вариантов анимации, конечно, не очень много, но все основные они присутствуют. То есть для такой вот массовки заднего плана все вам с вами замечательно будет получаться. Если нужно будет нас с вами сделать группу товарищей, которые будут стоять в каком-то месте или просто разговаривать, есть возможность создания так называемых статичных областей. не только сидящий товарищ, но и можно будет взять, например, нарисовать где-то вот здесь некую произвольную область, для которой тоже будут нас с вами получаться люди с нужным количеством, одиночные или группы, группы большие или маленькие, женщины, мужчины, в какую сторону они будут нас с вами смотреть и прочее, прочее. Если сейчас снова все это я просимулирую, пересчитаю, вот такие вот у нас с вами товарищи будут получаться. Есть какие-то одиночные товарищи, которые по телефону говорят, есть групповые товарищи, которые так между собой общаются. И у нас, в принципе, получается очень даже неплохая массовка. Конечно, через латами делают более сложные движения, через латами делают, чтобы они что-то оббегали, обходили, и чтобы все это прошли динамически. Это уже здесь снова нужно будет отдавать все на лодку к крауду, но по факту для именно эффекта наподобия фонов все очень так достаточно неплохо на с вами получается. Если вдруг захотите сделать ремонтацию более правильную, например, попробовать передать геометрию тому же самому крауду или каким-то другим образом постараться проанимировать наших персонажей, один из самых больших плюсов вот этого нашего популейта является то, что я могу выделить нужную мне фигурку понравившуюся, одну, либо несколько, сидящую, либо стоящую. Давайте возьмем лучше какого-то стоящего товарища. И я могу этого моего одного персонажа, ну, как говорят обычно, bake, запечь его анимацию. Сейчас у нас с вами получается, что это часть нашего эффекта популейт, это библиотечная модель, которая пользуется библиотечной анимацией. Анимацию меняю, модель меняю, то есть я пользуюсь всем возможностям популейт, все отлично получается. Но если я нажимаю на кнопочку bake, запечь, то у меня, соответственно, из моего человека, который был популейтским человеком, становится обычная мешевская модель, у которой кости обычные, обычные бонусы. Анимация, правда, не сохраняется, но эту анимацию можно будет заменить на какую-то свою. То есть у вас же получается возможность работать с этим бывшим участником популейта, как с обычной геометрией, в которой применен обычный скиновый модификатор и сделаны обычные кости. Доанимировать можно будет, можно будет убрать кости, вставить в эту модельку более адекватную систему костей, то же самое байпид, или там тоже самый чартер-мэш-тулкит, и уже с этой геометрией спокойно работать. И уже в дальнейшем можно будет этого человечка запустить в тот же самый крауд, то есть мы с вами сделаем байпид с системой костей, и уже наша геометрия с текстурами достаточно неплохо себя будет вести в крауде, уже более осмысленно что-то там ходить. То есть принцип и желание, наш популейт и наш крауд можно будет между собой неплохо задружить, и все тоже очень неплохо будет на с вами получаться. Да, ну как говорил, то есть в принципе неплохо наши крауд работают с персонажными объектами, то есть в принципе можно будет любой геометрию, любой скелет очень неплохо к нашей системе толпы прицепить, и те же самые скелетики будут двигаться вместе с этими нашими делегейтами, повторяя эти движения, то есть тоже все очень хорошо и правильно будет получаться. Ну правда у системы управления большим количеством объектов МАКС есть определенные ограничения, в частности вот это вот наши варианты с управлением крауд делегейт нашей толпой, они не всеми вариантами нужными для управления объектами обладают, не все там силы, не все там варианты поведения представлены, немножко неудобно управлять самой геометрией, в частности ни один из вариантов поведения не позволит, например, чтобы при столкновении между объектами как-то деформировались, то есть все равно какие-то достаточно сильные ограничения будут на сами наблюдаться. Но для обычной анимации, когда нужно будет сделать несколько двигающихся объектов, там, не знаю, какие-нибудь там мошки-тараканы, бегающие по полу, которые будут там оббегать наших персонажей, оббегать там в ножки стула, и куда им там в ногу оббегать. Эти задач нашей системы крауд вполне хватит для того, чтобы все это правильно и хорошо описать. Если в будущем все-таки потребуются немножко более сложные вещи делать с толпой, ну, примерно то, что вы видите в фильмах, например, когда объект не просто себя ведут адекватно, подчиняясь каким-то определенным законам физики, но еще друг к другу правильно взаимодействуют, друг к другу прилепляются, деформируются, там, друг друга отталкивают каким-то образом, то здесь уже, конечно, можно, на самом деле, поискать какие-то пользовательские варианты модуля управления толпой. Встречал пару раз скрипты дополнительно разработанные, которые позволяют тоже неплохие вещи делать с толпой, но, конечно, лучше уже посматривать на немного другие программные продукты, в частности, на еще одну программу компании Autodesk, которая называется Maya. Вот Maya есть несколько дополнительных модулей, которые позволят очень неплохо управлять толпой. Мода, которая называется Golem и мода, которая называется MyArmy. В частности, если говорить про Golem, то те же самые зомби замечательные из WarZ делались как раз с помощью этого модуля. То есть все, что вы видите сейчас в таком промышленном производстве, киношном, это один из этих модулей, либо Golem, либо, соответственно, на соответствующих сайтах можно будет посмотреть превьюшки, что эти модули позволяют, на самом деле, там действительно много чего забавного, интересного получается. И, кстати, вот эти вот превьюшки стартовые, которые он показывал, это как раз варианты использования модуля Golem. То есть более сложных людей, конечно, это уже другие средства, другие программы, но, тем не менее, если нужно будет сделать в Максе анимацию большого количества объектов без особо сложных и сильных взаимодействий с друг с другом, то здесь, конечно, уже можно будет пользоваться стандартными средствами максовскими. Ну, отлично. Касаем Максов. Всему этому, конечно, мы с вами учим на наших курсах. Общий курс по анимации, где будет рассматривана краешка глада системы краудделегейт, ну и, соответственно, персонажная анимация, где все хитрости и тонкости связаны с работой системы костей, с байпидом, с тем самым модулем чарта между луки, там тоже рассматриваются. В частности, рассматриваются некоторые варианты описания поведения большого количества объектов, то есть тоже там все это будет так или иначе обговариваться. Так что, если хотите все это прослушать в большем объеме, приходите к нам учиться. Но очень интересно наш курс по анимации узнаете. Если вдруг все-таки какие-то вопросы, даже будет возникать по проблемам анимации, связанной с той же самой толпой в МАКСе, смело можно будет писать на почту, не стесняйтесь. Ну и можно попробовать уже, попробовать что-нибудь типа с той же самой толпой поделать. Если что-то будет не получаться, не стесняемся, пишем письмо, обязательно вам помогу. И если что-то будет не получаться, по трампу. Всем хорошего вечера, в случае чего жду от вас писем. Все доброго. Субтитры подогнал «Симон»!